Насколько изменилась война за последние десятилетия, что вооружения традиционные, которые казались решающими в боевых действиях, они сегодня не значат вообще ничего. Зачастую даже танковые дивизии, они проигрывают беспилотникам, проигрывают каким-то новым средством ведения войны, причем не только на российско-украинском фронте, но и вот даже если посмотреть на то, что сейчас происходит в Йемене, например, где, ну в общем террористическое государство держит вполне себе в страхе американский флот. Вот, американцы что-то пытаются с этим сделать, но в общем понимают, что сделать не могут вообще ничего, потому что их корабли просто стоят гораздо дороже, чем те снаряды, которые до них долетают. Сегодня мы видим, что боеспособная армия, это буквально там чуваки на ишаках в Афганистане, баланс сил настолько неравный, что американская армия проигрывает просто потому, что каждая потеря с их стороны стоит и в деньгах, и в человеческом ресурсе гораздо больше, чем потеря со стороны противоположной. И это что-то, что превращает американского колосса в колосса на глиняных ногах буквально. Продолжение следует...